Фёдор Ушаков – выдающийся русский флотоводец и адмирал XVIII века. Он участвовал в русско-турецкой войне, командовал собственной яхтой Екатерины II и защищал русские торговые суда в Средиземном море. В ходе 43 морских сражений под его командованием он не потерял ни одного корабля и ни разу не потерпел поражение. В феврале исполнилось 279 лет со дня рождения флотоводца. Фёдор Ушаков – это русский флотоводец. Парнишка рос некрепким, как там говорят. Подковы, и легенды, которые по нему ходят, что он якобы 16 лет рвал подковы, разгибал их, такого, конечно, не было. Он был щупленького телосложения, учился проходить демончальное образование, получался в монастыре Богоявления на острову, где его и здесь и крестили, и здесь же было заферсировано его месторождение, как в Ростовской губернии. В музее военно-морской славы можно увидеть фотографии, где жил и учился великий флотоводец, а также изучить семейные древа Фёдора Ушакова. Его корни начинаются от князя Владимира. Потом уже в 19-м поколении у нас родится здесь Фёдор Ушаков. Мы очень много работаем по Фёдору Ушакову, делаем. Вы знаете, что наша непосредственно работа начала с 2005 года, с реконструкцией мандира Фёдора Ушакова. Ну а сейчас у нас коллекция очень большая, предметов, вещей, фактов событий, которые мы показываем, в том числе, в частности, это единственный наш музей в стране, который имеет даже представленную землю с места его рождения и с места его последнего нахождения дома в деревне Росеевке, здесь в Снековском уезде, но сейчас в Снековском районе. В августе 2001 года Русская Православная Церковь прославила Ушакова как святого и объявила его покровителем русского флота. Его мощи покоятся в Санаксарском монастыре в Темникове. В 2004 году было решено, в связи с тем, что популярность его как святого очень выросла в нашей стране, было решено, что сделать его уже общецерковным, святым Православной Русской Церкви. И вот с 2004 года он уже наш такой сильный, святой, праведный воин Фёдор Ушаков. Хотя совершенно правильно считать, всё-таки не с 2004, потому что он всё равно был канонизирован в 2001 году, поэтому мы все говорим о том, что он всё-таки святой русской Православной Церкви с 2001 года. Узнать больше о великом флотоводце Фёдоре Ушакове можно, посетив Музей военно-морской славы. Достаточно просто записаться на экскурсию.